МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии разговор пойдет в первую очередь о том, как уберечься гражданам от мошеннических действий злоумышленников. Я напомню, Ирина Анатольевна, в прошлый раз мы с вами вплотную подошли, но не затронули тему мошенничества с банковскими счетами, с банковскими картами. Огромный пласт, который, к сожалению, развивается. Можно сказать, что развитие вроде как мы привыкли к тому, что слово положительное, но применительно к данной области, конечно, это минус большой. В прошлом году мошенники почти без малого полтора миллиарда рублей украли со счетов доверчивых граждан. Это более 40-процентный рост по сравнению с 2017 годом. Понятно, что к ситуациям, когда мошенники звонят на номер телефона, представляются сотрудниками банка, все более-менее привыкли, готовы. Но появляется масса новых каких-то методов отъема денег у доверчивых граждан, у доверчивого населения, особенно у пожилых людей. И мне бы сейчас хотелось, чтобы вы подробнее остановились на этом, возможно, привели какие-то свежие примеры из вашей практики. Вот, к сожалению, Петр, сколько раз встречаемся, свежие примеры бывают всегда. Да, вот как бы вы меня ни спросили, они всегда эти свежие примеры есть. Способ есть, очень простой, очень простой способ – это кража телефонов. Мы сегодня говорим даже не столько о пожилых, но о пожилых в том числе. Мы говорим и о детях, и о молодежи, поскольку у нас сейчас вот эта часть населения, она продвинутая, у них банковские карточки привязаны к телефону, к сим-карте. И получается, что достаточно, к сожалению, украсть телефон у человека для того, чтобы украсть у него все деньги. Все нас спрашивают, да как это происходит? Как это происходит? Я сегодня буду вам рассказывать на конкретных примерах из судебной практики. Просто мужчина, потерпевший, обратился в полицию. Что с ним произошло? Были вечером в баре. Подошел человек, давай выпьем, давай выпьем, приобнял. И вот 15 минут он не мог от него отбиться. В конце концов, он от него отбился и понял, что у него пропал мобильный телефон. Ну, пропал и пропал. Он как бы не очень расстроился, потому что телефон мобильный хотел поменять. Есть повод купить новый. Да, есть повод купить новый, есть денежные средства, есть такие возможности. Он знал, что к этому телефону привязана карточка сберегательного банка. Но он исходил из того, что телефон это айфон, фейс-айди, то есть через лицо, потом еще палец, потом еще код и так далее. И так далее он подумал, ну и что, ничего страшного не произойдет. С деньгам ничего не угрожает. С деньгам ничего не угрожает. На следующий день он узнал, на следующий день, что у него с карточки в течение часа списали 95 тысяч рублей. Прошли сутки. Мы в течение суток должны обращаться в полицию, в банк. Да, мы с вами уже говорили, что в большинстве случаев то, что с нами происходит, оно зависит от нас. Но, тем не менее, он побежал, естественно, в полицию писать заявление. Когда он прибежал в полицию, он узнал, что там находится таких человек много. То есть он встал в очередь. Он был там шестым в очереди. И вот перед ним был мужчина. Точно такой же случай. На улице просто к нему подошли. Молодой парень. Подошли молодые парни подвыпившие. Давай поборемся. Поборолись. Айфон десятый украли. Как они вскрывают айфоны? Говорят же, айфоны у нас не вскрываются и так далее. Во-первых, карточку можно переставить. Во-вторых, все-таки эти айфоны вскрывают. Так вот, этот айфон вскрыли. И в этом айфоне у него были фотографии паспорта. И успели, пока он пришел в полицию, в течение вот этих суток, взяли эти паспортные данные и на них взяли микрокредитов на 200 тысяч рублей. Вот такие вот ситуации. А как же все-таки удается через телефон проводить мошеннические операции с банковским счетом, если сама банковская карточка находится с уникальными там и номерами, и кодами, и так далее, находится у владельца? У владельца. Она находится у владельца, но она привязана к сим-карте. Как преступник может узнать данные? Во-первых, на телефонах обычно ставят простые пароли. Там 1.0, 1.2.3.4.5. Потому что едешь за рулем, чтобы в случае чего разблокировать было несложно. Да, да, да. Расблокировать несложно, но неважно. Мошенников не останавливает даже это. И вот наши пресловутые айфоны, про которые говорят, что они невскрываемые, вскрываемые. Вот эти вот все случаи, про которые я вам говорю, это самые последние модели айфонов. Именно с ними это и произошло. Достают сим-карточку, достают сим-карточку, вставляют ее в другой телефон. Имеют доступ, опять-таки, к информации. Дальше, банки нам идут навстречу. В том же самом сберегательном банке, да, по той же сим-карточке, если она у тебя есть, можно восстановить доступ к онлайн-банку. И там предусмотрено, до 8 тысяч вообще ежедневно списываются, вообще денежки без проблем. Дальше, мошенники всегда имеют знакомых. В банках, мы сейчас с вами дальше об этом еще поговорим, да. Они имеют знакомых в банках, те уже готовы. И они узнают просто об этом клиенте все. Вплоть до кодового слова с банковской карточки. Опять-таки, мы сейчас с вами об этом поговорим. Потом, это называется банковский пробив. То есть, мошенники пользуются у нас сейчас в интернете, к сожалению, очень много сайтов, на которых предлагается пробить вот этого клиента. Пробить вот всячески. Всячески узнать о нем все возможные данные. Паспортные данные, данные банковской карточки, данные передвижения и так далее, и так далее. К сожалению, вот так. То есть, можно говорить о том, что во многих случаях квалификация банковских сотрудников, скажем, не то, что квалификация, а благонадежность банковских сотрудников, оставляет желать лучшего. И, скажем, оставляя информацию свою личную в банке, все равно нельзя быть до конца уверенным на то, что она не попадет так или иначе через третьи, десятые, двадцатые руки к мошенникам. И надо ориентироваться, да, исходить из того, что эти данные могут быть. Мы с вами уже, вот сколько мы ведем эти передачи с вами, уже пару лет, да, мы рассказываем нашим зрителям, что может произойти с ними. И я каждый раз говорю, что государственные, особенно государственные служащие, да, служащие тех же самых структур, да, таких крупнейших банков, как Сбербанк, в общем-то, они проверяются на благонадежность и служба безопасности. Но когда дело касается денег, всегда находится, пусть один, но готовый подзаработать. Поэтому вот сейчас у нас просто расцвел вот этот нелегальный рынок онлайн-пробива. Причем за очень небольшие денежки вы можете получить вот буквально всю информацию личную о человеке, ту, которую мы всегда скрываем, держим при себе, которую мы как будто бы никому не даем. Значит, кто использует эту информацию? Эту информацию, естественно, используют люди по работе, используют ее частные детективы. Эту информацию у нас используют ревнивые мужья. И, естественно, этой информацией у нас пользуются мошенники. Что вы можете узнать? Вы можете за небольшие деньги от людей, которые вот предоставляют такие услуги в интернете, получить просто широкий спектр услуг. От выписки с банковского счета, движения денежных средств, вплоть до кодового слова, которое мы в принципе никому не, мы даже сотрудникам банка его по сути дела не говорим. Мы его там записываем один разочек, да? Так вот это кодовое слово с банковской карточки вы тоже можете купить. Вы можете узнать детализацию подсоединений к телефонным вышкам. То есть вы можете следить за передвижением абонентов. Вы представляете, как это страшно, да, если кого-то там выслеживают. То есть человек беззащитен становится перед такими действиями. Человек становится, к сожалению, беззащитен. Причем мы с вами говорим не о старых базах, мы говорим именно об онлайн-пробиве. То есть в настоящее время. Все происходит в настоящее время. То есть мы следим за человеком в настоящее время. Вот у нас технологии развиваются, мы все время хвалимся, как у нас развиваются технологии, это здорово. Но, к сожалению, человек перед ними становится все более и более беззащитным. Но, тем не менее, нас защищает закон, и, насколько я понимаю, эти данные, личные данные, они находятся под охраной государства. И их продажа, предоставление на рынок, они наказуемы. Наказуемы, наказуемы, обязательно. Конечно, ежегодно в России выносится несколько десятков приговоров за такие услуги. Значит, какие у нас бывают уголовные статьи? Уголовные статьи у нас следующие. Основных три, вот я вам сейчас их назову. Это нарушение неприкосновения частной жизни, совершенное с использованием служебного положения. Это у нас статья Уголовного кодекса 137, часть 2. Нарушение тайны телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, совершенное с использованием служебного положения. Статья 138, часть 2. И еще статья о незаконной получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Статья 183, часть 2, 4. Что у нас происходит? Сколько у нас было вынесено приговоров? В 2016 году по этим статьям было вынесено 59 приговоров. В 2017-м 70. В 2018-м у нас как бы пошло на спад 49. Но я вам хочу сказать, что далеко не все дела, к сожалению, у нас доходят до суда. Для того, чтобы дела дошли до суда, должна быть социальная ответственность того же пострадавшего. Положено идти подавать заявление в полицию. Иди и подавай. Положено в течение суток уведомить банк. Ты должен его уверен. О том, что утеряна банковская карта. Конечно. Но если у нас есть нормы, по которым мы наказываем, наказываем мошенников, то вы выполняете часть свою, прежде чем их наказать, вы выполните свою. Вот дали вам сутки. Бегите, находите средства, уведомляйте банк, уведомляйте полицию. Что касается портрета человека, который, скажем так, сливает данные, личные данные людей, и из-за этого люди становятся жертвами мошенников. Кто эти люди, кто нашей информацией, грубо говоря, торгует? Вы знаете, я вас разочарую. Это не какие-то там сверхмошенники, там такие отъявленные. Средний портрет. Средний портрет – это вот совершенно средний человек. Это молодые люди, юноши, девушки в средний возраст 21-27 лет. Почему они пошли на такое правонарушение? Очень редко, когда идут из-за тяжелого материального положения. Вот, допустим, там была мать, у нее двое детей, молодая девушка, муж бросил. После развода она узнала, что на ней висят огромные кредиты, родственников нет, помочь некому, сама из детдома. Вот она пошла на такое преступление. Но это редко, когда такое бывает. Просто люди занимаются этим от нечего делать, от того, что хотят все и сразу. Правоохранительные органы отслеживают таких людей по социальным сетям. И если мы с вами посмотрим по социальным сетям, это у нас статистика даже Центрального банка, вот служба безопасности, по социальным сетям, что они из себя представляют. Люди, которые сидят дома, которые работать не хотят, учиться не хотят, на диванчике лежат, в соцсетях они сидят. И там они выкладывают фотографии последних моделей Мерседесов или еще чего-то. И пишут, ой, да вот я бедный несчастный, мне на такое за всю жизнь не заработает. А хочется. Понимаете, вот хочется все и сразу. То есть учиться не хочется работать, не хочется, это все тяжело. Но хочется все и сразу. Поэтому вот они соглашаются и продают данные. Ну, мы с вами еще поговорим, это не стоит того. Отслеживают их в течение двух-трех месяцев уже все. Отслеживают основательно. А деньги, которые они зарабатывают, они не такие уж и большие. То есть оно того не стоит. На Мерседес сразу не заработаешь. Но хотят. То есть вы, так сказать, и как представитель судебной системы, и как просто человек с определенным жизненным опытом, вы не советуете молодым людям даже думать о том, что таким образом можно что-то заработать, сколотить какой-то капиталь. Нет, не сколотить. Вот мы с вами дальше. И если будет время, сейчас поговорим о тех решениях, которые были уже вынесены. Я вам назову суммы. Они смешные. Они смешные. Ну, давайте разочаруем потенциальных ловцов удачи. А давайте. А давайте. Сколько же стоят такие услуги, да, и что за них предусмотрено. Ну, давайте рассмотрим вот на конкретных примерах. Вот смотрите. Август 2017 года. Ой, какой же это? А, это у нас был МТС. Устроился молодой человек, 21 год. Ему устроился он в МТС. Только устроился в августе, и тут же подумал, а как же мне заработать денег? Зарплата в МТС маленькая. Он из Рязани. То есть, обычно вот эти вот все продавцы, они бывают из областей откуда-то. Приезжим, да? Да, да, да. Что же мне делать? Как же мне заработать денег? Зашел он в интернет, увидел вот такие вот сайты с запросами. Зашел на сайт, увидел данные покупателя, написал ему в одном из мессенджеров. Обычно пишут в Телеграме. Вот на Телеграм все ругаются, ругаются, да, вот его блокируют, блокируют. Говорят, за что мы его блокируем? Ну, вот пользуются мошенники Телеграма. Ну, пользуются. Ну, что делать? Удобная вещь. Она удобная для всех. И для мошенников, да. Для всех. Договорился, что он будет продавать заказчикам информацию о владельцах номеров телефонов МТС, оператора МТС. Каждый вот такой вот пробив стоит всего лишь две тысячи рублей. Значит, поработал он всего пару месяцев. Пробил он за это время, хотя он работал из Рязани, он пробил и Москву, и Гатчину, и Екатеринбург и так далее. Пробил он семь номеров, по-моему. То есть, получается, семь и два – 14. Получается 14. Осенью следующего года ему вынесли приговор. Приговорили его к 240 часам обязательных работ. И уже этот молодой человек в 22 года получил судимость. То есть, он закрыл себе жизненный путь навсегда. С судимостью он… То есть, никаких серьезных уже… Никакой государственной службы, никаких серьезных мест работы он себе не найдет. Дальше 440 часов на 200 часов больше получил летом 2018 года 31-летний сотрудник салона «Вымпелком». Это бренд у нас «Билайн». Он работал из МИАСа Челябинской области. Трех абонентов он продал и, пожалуйста, получил судимость. 440 часов, 440 часов, да… То есть, речь действительно идет о копеечных каких-то… Копеечные суммы, копеечные… Прибылях. Ну вот, большая сумма, допустим, смотрите, в 2018 году у нас судили человека, который теле-2. Мы еще вот этого оператора не брали. Он пробил 53 номера, получил за это 40 тысяч рублей и получил полтора года за то, что он сделал. Вот эти вот полтора года и судимость на всю жизнь, они стоят, да, вот этих заработанных 40 тысяч рублей? Я считаю, что нет. Что касается… Это то, что касается операторов мобильной связи. Какие еще компании, обладающие личными данными, представляют интерес для мошенников? В том же самом 2018 году был осужден специалист службы поддержки, всего лишь специалист службы поддержки Райфазенбанка. За те же самые 2 тысячи рублей он предоставлял адрес фактического проживания, количество детей, семейное положение, адрес электронной почты, телефон и кодовое слово с банковской карточки. То есть кодовое слово с банковской карточки плюс все остальное в вашей семье, в ваших детях стоит всего лишь 2 тысячи рублей. Далее. Узнать сведения можно из базы Федеральной налоговой службы. Вот здесь вот, к сожалению, всплывает наша с вами Московская область. В 2016 году был осужден замначальника Федеральной налоговой службы города Видное, который продавал сведения о доходах и имуществе граждан, но уже подороже, за 7 тысяч рублей. Вот, был осужден. Был осужден, амнистирован в честь 70-летия Победы. Далее. Кроме того, Федеральная налоговая служба – это не единственное место. У нас есть еще силовые ведомства, это у нас полиция. Самый свежий пример. В апреле 2019 года в Нижегородской области у нас были осуждены двое полицейских. Братья Алексей и Артем Пугачевы. Они продавали из ведомственных систем МВД данные, все вот данные о владельцах автомобиля, они продавали. За год они заработали 800 тысяч рублей. Ну и получили они тоже по полной программе. Еще у нас бывают выписки из розыск-магистраль, как люди передвигаются, да, то есть поездки граждан на самолетах и поездах. И еще у нас самое страшное – это у нас российский паспорт. У нас была контрольная закупка проведена полицейским ведомством. И всего лишь за 7 тысяч рублей человек, который уже находится, ну, в определенном возрасте, ему пришли в течение часа на электронную почту данные о всех паспортах государственных наших, общегосударственных паспортах и заграничных паспортах, начиная с самого первого паспорта, который он получал в 14 лет. И к ним прилагались еще заявления, которые он писал на выдачу паспорта. Представляете, то есть все – 7 тысяч рублей и вот вся информация о тебе, пожалуйста. Что касается того, насколько часто удается в таких случаях отыскать мошенников, всегда ли это зло наказуемо? И в чем здесь проблема? Не так и много уголовных дел в масштабах России. К сожалению, не так и много. Почему вот это происходит? Есть объективные обстоятельства. Есть объективные обстоятельства, они исходят из законодательства и из того, как мошенники действуют. Часто вот эти вот, когда у человека воруют телефон, да, и чтобы деньги вывезти на какую-то банковскую карточку, выводят на карточку, оформленную на определенное лицо. И часто вот эти вот карточки, да, Сбербанки оформляют на бомжа, алкоголиков за какие-то небольшие деньги. Был вот один такой человек, его зовут Самвел Григорян. И вот постоянно обращались потерпевшие, и у них в телефоне приходит информация, что с вашей банковской карточки, да, там выведены деньги на банковскую карту Самвела Григоряна. Они приходят в полицию, пишут заявление, что такое Самвел Григорян, Самвел Григорян, его вызывали в полицию много раз, его допрашивали, отпускали. Доказать не могут. Доказать не могут. Для того, чтобы это доказать, должны быть какие-то переписки с заказчиками, понимаете? Что-то более веское. Что-то более веское. А когда человек безработный, там, без места жительства, он говорит, а я эту карточку потерял, потому что я без денег, я ею не пользовался уже много лет, я просто о ней забыл. Вот это не является основанием, к сожалению, для того, чтобы человека привлечь к ответственности. Ирина Анатольевна, еще меня такой момент, ну, поразил, может быть, неприятно, да. Люди, которые совершают такие тяжелые преступления, вот с точки зрения меня, да, то есть я считаю, что это тяжкое преступление, на мой взгляд, да, если мои данные третьим лицом перепродаются и используются потом для мошеннических действий в отношении меня же, да, и какие-то 240 часов общественных работ. Мне кажется, что надо вести речь, может быть, об ужесточении все-таки наказания за такой вид преступления. Как вы думаете? Петр, ну, вы мою позицию знаете, да, что человека от совершения правонарушения держат только страх. Ну, вот как есть, так и говорю. Ничего другое, никакие вразумления, никакие там душеспасительные беседы, они не помогут. Это я вам говорю как судья. Это как человек, который 30 лет проработал вот в этой системе. Чем строже законодательство, тем порядочнее люди в государстве, да? Тем порядочнее люди, да. То есть люди должны понимать, что наказание неотвратимо, и оно серьезное. Это не условный срок, это срок настоящий. Вот, например, в Европе или в Америке эти сроки более серьезные. Это сроки там от пяти там и десятки лет, понимаете? Это неотвратимое, неотвратимое наказание. Ну, как у них считают, это там 100 чем-то лет, 200 чем-то лет. Вот ты сидишь всю жизнь и сидишь. Выйти на свободу не в этой жизни, да? Конечно, да. Вот ты заработал свои там 40 тысяч или там 800 тысяч, тем более. Вот и сиди по жизни. 800 лет получи. Да, но я считаю, что эти люди должны сидеть не так вот, чтобы мы же с вами на наши налоги их же и содержали. Пусть они сидят и работают, шьют там для нас. И возвращают заработанные деньги людям, которых они... Да, возвращают в бюджет. Чтобы не мы со своих налогов их содержали, а пусть они содержат себя сами. Вот когда люди будут знать, что это неотвратимость и наказание, вот тогда мы с вами будем жить полегче, вздохнем полегче. Ирина Анатольевна, и еще хотелось, чтобы вы на такой вопрос ответили. Насколько вообще реально доказать банку, что имело место мошенничество и вернуть свои деньги? Здесь вообще перспективы реальны или не очень? Петр, ну перспективы реальны тогда, когда человек, как мы с вами говорили, социально ответственным. То есть он свою часть работы выполняет. Он заявил в течение суток, он нашел способ и заблокировал банковскую карточку и так далее. По закону банк обязан, по закону обязан вернуть деньги, если потерпевший в течение суток заявил о происшествии. То есть не как мы вначале начали, прошел день, он подумал, что телефон все равно безопасен, заявлять-ка я не буду. Нет, он должен заявить. Заявление в полицию он должен написать в течение суток. И на самом деле банки возвращают денег очень много. Только вот в третьем квартале до прошлого года вернули 230 миллионов денег, украденных с телефона. Но опять-таки банки обязаны эту информацию проверять серьезно. Потому что если банки не будут проверять эту информацию, у нас уже здесь пойдет мошенничество. Правильно, просто люди будут заявлять эту информацию. Но где же взять столько денег, чтобы компенсировать это всем? То есть еще есть вот такой нюанс, о чем говорят банкиры. Почему надо заявлять быстро? Вот все вот эти вот списания, они происходят буквально в первые часы, даже в течение часа после того, как у вас украли телефон, в котором надо карточка. Заявлять надо сразу. Вот ищите быстрый телефон и звоните в банк. Почему? Сами платежи, они моментальные. То есть банк сам, эмитент банка, эмитент карточки, он остановить этот платеж не может. Если он провезен с вашей банковской карточки, с вашего телефона, он не может. Но если вы в этот момент заявляете в свой банк, что телефон украден, к нему привязана карта, да, карта украдена, банк связывается быстренько, он видит этот период, он видит, куда ушли эти деньги, он связывается быстренько с банком принимающим. И отзывает платеж, да? Да, нет, его не отзывают, его замораживают. То есть их ловят вот на том конце, в том банке, в который они пришли, их не успевают преступники получить, просто вывезти. Понимаете, это целая система. И после того, как вот это уголовное дело будет расследование, потерпевший свои деньги получит. Но опять-таки это зависит от него. Люди все взрослые. Ну, вам удобно этим пользоваться, но вы помогите своему банку, помогите полиции. Ну, как же так. Как в анекдоте, купите хотя бы лотерейный билет, чтобы выиграть лотерию. Ирина, в завершении программы, хотелось, чтобы вы по традиции уже прокомментировали некие статистические данные, с которыми вы к нам сегодня пришли. И вот этот вопрос, чувствуете ли вы себя защищенными в Российской Федерации, да? Но если в предыдущей передаче речь шла о людях старшего возраста, то сейчас уже речь идет о лицах среднего возраста, средней возрастной категории. Да, Петр, мы проводили такое исследование, вы знаете, да, администрация района, сторонники партии «Единая Россия», мы проводили статистические исследования, чтобы узнать, как себя чувствуют люди, вот конкретно в нашем Одинцовском районе. А наш Одинцовский район, он является показателем. Вы знаете, почему? Вы сейчас расскажете. А я вам сейчас расскажу. Во-первых, наш район по плотности населения, он самый плотно заселенный во всей Российской Федерации. То есть вот наша Одинцова, плотность населения, по-моему, 7,5 тысяч человек на квадратный километр. А если мы возьмем юг страны, там, 2,5 тысячи, то есть у нас здесь много. Во-вторых, он показательный в среднем по Московской области, он и в среднем по плотности, да, он по нахождению военных городков и так далее, и так далее. То есть вот мы здесь проводили исследование, которое у нас, в общем-то, показательно для Московской области. И мы проводили исследование социального самочувствия. Вот мы в прошлой передаче говорили о людях старшего возраста. Мы говорили в целом, да, о мужчинах, о женщинах, чувствуют ли они себя защищенным. Большая часть, да, 80% населения чувствует себя защищенным. Какая-то небольшая часть сомневается, но этот процент таких, чтобы совсем не чувствовали себя защищенным, там, по-моему, настолько минимален, да, что мы даже не стоит об этом говорить. Если мы говорим о людях среднего возраста, то, в принципе, то же самое. Большая часть населения чувствует себя защищенными. При этом у нас вот есть отличия. Мы у людей среднего возраста проводили исследования между государственными служащими и негосударственными. Если мы говорим о людях старшего возраста, то это пенсионеры работающие, неработающие, а здесь у нас госслужащие, негослужащие. Так вот, если женщины старшего возраста, мы говорим о женщинах, чувствуют себя более защищёнными, когда они не работают, то есть они чувствуют себя более защищёнными, когда у них есть семья, есть муж, опора, надежда и опора, то женщины среднего возраста, наоборот, чувствуют себя более защищёнными, когда они работают. А мужчины у нас чувствуют себя защищенными среднего возраста на 100%. То есть мы можем сказать, что в общем-то у нас в Одинцовском районе уровень социального самочувствия у нас благоприятный. Благоприятный – это благодаря и работе и правоохранительных органов, я считаю, и администрации. Ну и мы с вами пытаемся какую-то толику внести. Я думаю, что только хотел сказать, что и благодаря большой разъяснительной работе, которую проводите вы, Ирина Анатольевна, спасибо вам. Средством массовой информации. Не без нашего участия. Спасибо вам. Спасибо. Я надеюсь, что наш разговор мы продолжим буквально в течение одной-двух ближайших недель. И людей, которые чувствуют себя неуверенно, станет еще меньше. Я тоже надеюсь. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели передачу «Специальное интервью». До встречи на канале ОТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...